Дэн Голдин Почти волшебный момент За несколько секунд Луна полностью закроет Солнце Поразительное небесное совпадение Полное совпадение Это происходит потому, что Луна в 400 раз меньше Солнца И еще Луна в 400 раз ближе, чем Солнце Еще одно бриллиантовое кольцо и Солнце возвращается Это не анимация, а ускоренная съемка настоящего затмения Полное затмение длилось несколько минут А все событие с фазой до полного затмения и этой после него всего 3 часа Когда Луна встает прямо между нами и Солнцем, происходит полное затмение Было бы больше затмений, если бы не наклон орбиты Луны Она под уклоном 5 градусов к эклиптической плоскости Земли и Солнца Здесь зеленого цвета Заодно вращение Земли Луна дважды пересекает плоскость Здесь И здесь Но только на солнечной стороне Земли В этой позиции может произойти солнечное затмение Представьте, что вы — это Солнце Луна к вам приближается Полное затмение Это происходит примерно 70 раз за век Частичное происходит гораздо чаще Есть более обычное затмение — лунное, когда Луна становится красной И виновна Земля, так как она стоит прямо между Луной и Солнцем Такой румянец может длиться час 45 минут По логике, Луна должна почернеть Когда она двигается в тени Земли, наша атмосфера преломляет и фильтрует солнечный свет Появляется красный отблеск Вернемся к солнечным затмениям Иногда Луна не полностью прикрывает Солнце Это кольцевое затмение Причина — немного эллиптической орбиты Луны Когда Луна дальше всего, тень падает на Землю не полностью При полном затмении узкая полоска тени проходит по Земле с высокой скоростью И только в этом месте затмение полное Луна достаточно близко, чтобы полностью затенить Землю Эта тень в центре называется полной Другая тень, шире Называется полутень День полного затмения Телевидение на готове Камера на штативе, чтобы держать центр по Солнцу, пока наша планета вращается Фильтры на телескопе — это необходимо для безопасности В этот день у всех специальные очки Первый контакт Эта первая фаза может длиться до 90 минут Отражение от бинокля Двойное изображение уменьшающегося солнечного диска Только бы не было облаков Вот мужчина смотрит через фильтр В тени деревьев от листьев создаются отражения Солнца Скоро полное затмение Солнца почти нет Потом — четкий Бейли, последние проблески Солнца через края Луны Полное затмение Такое зрелище, даже несмотря на облака Корона — внешняя атмосфера Солнца обычно не видна Теперь можно смотреть даже невооруженным глазом Всюду наступил мрак При полном затмении уровни яркости в миллион раз больше Вся аппаратура в действии Многие просто стоят и смотрят Появилась планета Венера Корона, танцующая в магнитном поле Солнца, все время меняется Рельеф нарушен, когда она выстреливает в космос Грубый снимок, но поразительный Розовый шлейф — водород, поднявшийся на 30 тысяч километров Еще немного, и вернулись четкие Бейли и бриллиантовое кольцо Никто не смотрит в небо после полнолуния, особенно если облачно Это эффект полного затмения в ускоренной записи Сначала темнеет медленно Но когда наступает полное затмение, кругом наступает мрак Птицы щебечут, цветы закрываются и отчаянно лают собаки Полное затмение длится до 7,5 минут Такое зрелище нельзя забыть Полное затмение вызывает глубокие чувства Когда Солнце снова появляется, все радуются В природе есть еще одно световое шоу — сияние Цветной калейдоскоп переливается в верхней атмосфере Такое явление происходит в высоких широтах в обоих полушариях Причина этого находится за 150 миллионов километров — Солнце Вместе со светом, теплом, энергией и излучением От Солнца идет солнечный ветер Распространяясь с помощью магнитного поля, ветер дует со скоростью до 400 километров в секунду Постоянный поток разреженного газа и заряженных частиц Они блокируются при приближении к Земле Им нужно обогнуть наше магнитное поле Но некоторые из них попадают в него Их затягивает полем к полюсам Земли Так появляется полярное сияние Вокруг магнитного севера сияние в форме овала Заряженные солнечные частицы взаимодействуют с атомами и молекулами верхней атмосферы А когда сияние на севере, то оно отражается на юге Вот обычное сияние Свет от бесконечных столкновений частиц и атмосферы Очень часто на Солнце бывают вспышки Это называется выбросом массы короны Бывает несколько за неделю Солнечный ветер может быть до 1000 километров в секунду Причина – пламя Моментальное извержение на поверхности Солнца С силой урагана солнечный ветер дойдет до нас за 40 часов Ударная волна свернет наше магнитное поле Магнитосферу Ветер прорвался в нее с невероятной легкостью Появляются геомагнитные бури и красивые сияния В северном полушарии сияние усиливается и прерывается Оно доходит до США Сияние выпускает электрические течения рядом с Землей Беспокоит нефтепровод на Аляске Электропровода дают вспышку И спутники начинают вращаться Благодаря солнечным ветрам у нас есть такое зрелище на Земле Потрясающие цвета Красные и зеленые оттенки из-за атомов кислорода Пурпурные и темно-красные из-за азота Это происходит на высоте от 100 до 400 километров В северном полушарии северное полярное сияние На юге южное сияние Небесная фантазия Ночное небо Ориентация по звездам Астрономия – древняя наука Мы всегда пытались понять, что на небе Мы построили обсерватории, чтобы следить за движениями звезд, планет, луны и Солнца Мы изучили ночное небо Как оно меняется Понемногу каждую ночь И сильно за каждый сезон В разных местах небо выглядит по-разному И в каждом месте оно меняется с новым сезоном Древние изучили порядок этих перемен Они объединили звезды в созвездия Создали легенду о каждом из них В общей сумме их 88 Вот вид на север Созвездия осенью в северном полушарии И в том же северном полушарии вид на юг летом А теперь осенью Греки дали название половине созвездий Но не здесь, потому что это далеко на юге В северном полушарии, где название более новое А вот небо на юге – осенью Самое знаменитое созвездие всех видно отовсюду Земли Орион В этом созвездии много ярких звезд Их отчетливо видно – белые звезды в поясе Ориона Но это взгляд Земли Стоит немного отлететь в космос, и звезды Ориона меняют позицию Это потому, что они на разном расстоянии от Земли Только если вернуться на Землю, звезды снова собираются в созвездие – Орион В греческой мифологии Орион был охотником Его убил Скорпион укусом в стопу В знак почтения звезды созвездие Скорпиона расположено далеко от него Бледно-голубой пояс – наша галактика Млечный путь На фоне ее – Антарес – самая яркая звезда Скорпиона В Скорпионе много красивых звезд Созвездие очень похоже на Скорпион, особенно в хвосте А это, похоже, не очень Сильный Геркулес А что насчет льва, которого убил Геркулес? В созвездии Тельца – Контуры Быка Куда проще Сигнус – созвездие Лебедя Это могло быть что угодно Между прочим, это Близнецы А кто бы подумал, что это Морской Козерог? Или Кентавр – Получеловек-Полузверь? В небе на севере, в северном полушарии, есть одно известное созвездие Звезды в форме ковшика Большая Медведица – созвездие, хорошо нам известное Большой Ковш – Большая Медведица Большой Ковш известен так же, как Плуг Состоит из семи звезд Они немного меняют позицию в течение ста тысяч лет Потому что верхние и нижние звезды движутся отдельно от остальных пяти, которые движутся вместе Две звезды в чаше Плуга или Большого Ковша называются Стрелками Мерак и Дубе указывают путь Полярной Звезде Полярная Звезда в Малой Медведице В Созвездии – меньше по размеру Большая Медведица – мать незаконно рожденного плода любви Маленький Медведь – ее сын, по ошибке охотился на нее В наказание Бог Юпитер поместил их на небо и растянул им хвосты Вращение планеты Земля вызывает ночное движение звезд В зависимости, где мы на Земле, мы видим те или иные звезды Ночи становятся длиннее и короче, потому что Земля вращается в течение года вокруг Солнца Возникают сезоны Всего четыре сезона вращения Земли по орбите, когда вид на небо меняется Представьте линию, идущую от Солнца к звездам на его фоне Вот как они меняются через сезон Мы их не видим, потому что Солнце слишком яркое Но если бы могли, вот как бы Солнце продвигалось в течение сезона на фоне звезд И то же самое на противоположной стороне неба ночью Ноябрь в северном полушарии, вид на юг Это же место в феврале В мае В августе И снова в ноябре Но одна звезда почти не движется Она прямо над Северным полюсом Это полярная звезда Как мы видели, в Большой Медведице есть большой ковш И две звезды в нем указывают на полярную звезду Пока остальное небо движется, полярная звезда почти на месте, неважно какой сезон Иллюзия создается вращением Земли И то же самое у Южного Небесного полюса, только здесь нет такой звезды Прямо посередине, между Южным Крестом и Акернаром, Южный полюс Вокруг него в разные стороны вращаются Южные созвездия Но движется Земля, а не звезды Каждый сезон расположение Земли влияет на вид на небо С этой позиции мы видим только половину неба Остальное за горизонтом Например, в средних широтах Северного полушария нам не виден Южный Крест Но мы видим полюс и полярную звезду Чем дальше на юг, тем ниже полярная звезда в небе В тропиках она у горизонта В Южном полушарии Красная точка, Южный Небесный полюс Чем дальше на юг, тем выше полюс Из Северной Аргентины 50 градусов на юг Вид такой Ось Земли указывает на небесные полюса Но так как планета кренится, уже завтра полюс будет в другом месте Причина этого притяжения Луны нашего экватора Этот цикл, эффект, называется «Прецессия» Сначала звезда Тубан у Северного полюса А сегодня полярная звезда А через 4000 лет это будет Альдорамин Цикл длится 26000 лет Мерак и Дубе указывают на полярную звезду Так можно найти ее и малую медведицу Теперь от стрелок идет изгиб прямо к Кассиопею Созвездию королевы Кассиопея, полярная звезда, Дубе, Мерак Большая медведица, другой указатель От этих звезд воображаемая линия ведет к капелле Самой яркой в Возничьем Возничьей капелла Большая медведица Через звезды по диагонали в кафре можно найти гигантскую звезду Мирток Мирток состоит в богатом созвездии героя Персея Семь звезд Большого Каша указывают на эти созвездия Теперь наш указатель Орион От его пояса три звезды указывают на огромную звезду Альдебаран Альдебаран — злой глаз Тельца, созвездие БК У Тельца два звездных кластера — Геады и Плеяды Геады и Плеяды Назад к Ориону Ригель и Бетельгейзе указывают на звезду Кастер Так же, как и Полукс в созвездии Близнецов Справа наверху от Ориона указатель от звезды Белатрикс Через Бетельгейзе ведет к желтой звезде — Процион Звезда Процион находится в созвездии Малого Пса Когда наш указатель Близнецы, Кастер и Полукс указывают на звезды в голове Гидры, морской змеи Потом дальше — на Алфат Самую яркую звезду Гидры Но чтобы найти самую яркую звезду, вернемся к Ориону По линии вниз от пояса находится Сириус, вот он Орион и созвездие, на которые он указывает На южном полушарии Орион перевернут Но все равно остается указателем Одно из 88 созвездий Пример того, как один точный наглядный объект может помочь в ориентации по небу Везде на Земле, вдали от городского освещения, можно без конца восхищаться звездами Особенно, если в них разбираешься Для подробного путешествия по небу, заходите на наш сайт www.yorkfilms.com Открытие. История астрономии Подлинная астрономия появилась на Среднем Востоке 4000 лет до н.э. на Зигуратах вавилонцы следили за восходом и заходом Солнца Они группировали звезды в созвездия И разбирались в циклах неба Древние наблюдатели знали, что Солнце, Луна и планеты двигались на фоне звезд Планеты, так называемые гуляющие звезды, двигались по замкнутому кругу по небу При Солнце и Луне планеты двигались в той же части неба Вавилонцы называли ее Зодиаком От Тельца, Быка, Зодиак проходит через 13 созвездий По сей день 12 из них сохранились в современной астрологии За мифическими фигурами стоят реальные созвездия Китайцы дольше всех наблюдают за небом Еще 4000 лет назад они изучили небесные передвижения с точностью до деталей Они сделали точный календарь и звездные карты, как эта Лента — это Млечный Путь Возможно, солнечные затмения были впервые замечены в Китае А точки на Солнце — невооруженным глазом Китайцы видели северный свет, полярное сияние Они первыми заметили комету Галлея, которая появляется раз в 76 лет На их нагробных рисунках изображены кометы вот с такими хвостами Египтяне создали наш календарь из 365 дней 3000 лет до нашей эры, в эпоху пирамид Вода была бесценна в этой пустыне Но египтяне знали, что при первом восходе звезды Сириус всегда был разлив Нила Можно было начать полив, и ежегодно спасался урожай Египтяне — эксперты в небесных циклах Они верили, что их контролируют боги Совершались огромные подношения богу Солнца — Ра Это продолжалось до 5 века до нашей эры Потом пришли греки Аристаркас из Самоса сказал, что Луна светит отраженным солнечным светом Он был прав Его версия того, что Земля кружится вокруг Солнца, опередила время Считалось, что кристальные сферы переносят звезды Солнца и другие объекты вокруг Земли Это ошибочное мнение Аристотеля существовало 17 веков Другой грек, Гипаркус, составил первый звездный каталог на Западе И он сравнил яркость звезд В Северной Африке другой грек, Эратостанас, прочел об этом колодце в Сайене К полудню, в летний день, солнце всегда светит прямо в колодец Но к северу, в Александрии, тоже в полдень, в летний день Эратостанас заметил тень от колонны на 7 градусов Используя разницу, Эратостанас доказал, что Земля круглая Простой геометрией он высчитал окружность около 40 тысяч километров Эратостанас был прав, а Птолемей нет Птолемей изучал движение планет по окружности по небу Он объяснял это периметром Планеты кружили на своих орбитах вокруг Земли Но из-за репутации Птолемея эта ошибка еще долго принималась за факт в Греции Астрономия переживала эпоху застоя В Центральной Америке астрономы Майя, которые построили пирамиды Создали календарь из 584 дней Он базируется на цикле планеты Венера, которые поклонялись Майя как Богу С Николаем Коперником пришло прозрение Он утверждал, что планеты вращаются вокруг Солнца Но Церковь была за идею Земли в роли Центра Идеи Коперника, клирика из Польши были опубликованы в 1643 году после его смерти Энте Тайко Брай, астроном из Дании, доказал в 1577-м, что эта комета была дальше, чем Луна Брай потерял часть носа в дуэли и носил золотой протез Это не помешало ему сделать карьеру Он смог подробно объяснить, как планеты вращаются вокруг Солнца Работая с Брайем, немец Йохан Кеплер распознал три закона движения планет Первый — то, что планеты вращаются вокруг Солнца в эллипсах, а не по кругу Второй — то, что орбитальная скорость разнится Планеты движутся быстрее рядом с Солнцем и медленнее вдали от него Третий закон — планеты движутся тем медленнее, чем дальше они от Солнца И здесь Земля по орбите догоняет Марс Кеплер объяснил эти обратные движения Пизанская башня, над которой работал великий математик и астроном Галилео Галилей В 1608 он обратил телескоп к небу Изобретение датчан хуже, чем современные приборы Он нашел спутники рядом с Юпитером И кратеры на Луне Галилео разглядел фазы Венеры И разозлил церковь убеждениями о Солнце как центре В конце 17 века английский гений Исаак Ньютон Разделил солнечный свет на цвета радуги — спектр Он изобрел отражающий телескоп, в котором зеркала, а не линзы Собирали и фокусировали свет И Ньютон обнаружил гравитацию, силу притяжения между объектами Это объяснило законы Кеплера Так появилась новая астрономия В 1781-м Уильям Хершель открыл планету Уран Через телескоп, построенный в Англии, Хершель увидел Млечный путь Он пришел к выводу, что это вид ребра галактического диска И только в середине 19 века аристократ Лорд Росси доказал спиральную структуру галактики Вот его рисунок галактики Вирпл из его замка в Ирландии Там у него был телескоп Полвека он был самым большим в мире В конце 19 века были сделаны еще два открытия Спектроскопия, впервые представленная Ньютоном По свету от небесных объектов можно судить об их составляющих И фотография стала возможно запечатлеть кометы и звезды Следующий век В 1917-м телескоп 100-дюймовый Хукер появился в Маунт-Вилсон, Калифорния Через него американский астроном Эдвин Хаббл Сделал великое открытие о спектре галактик Они все стремились друг от друга Вселенная расширялась Заглянув еще дальше В 1947-м первый пятиметровый телескоп Хейл подтвердил расширение Параллельно началась радиоастрономия Наблюдение за объектами с помощью радиотелескопа С приходом космического века появилось изучение из космоса Без атмосферных помех можно было применить инфракрасный свет, ультрафиолет И рентген Телескоп Хаббл положил начало оптической астрономии Изображения с телескопа просто поразительны Их сняли с помощью нового, мощного, высокочувствительного электронного детектора С зарядовой связью Чили, Южная Америка, вершина горы Вандах Четыре телескопа работают как один Это большой телескоп Последняя разработка в оптической астрономии Несмотря на то, что они на Земле Эти инструменты могут соперничать с изображениями с телескопа Хаббл Каждое зеркало шириной 8 метров 20 сантиметров отражает много света Большой телескоп ловит эти изображения с помощью новых технологий Активной и адаптивной оптики Они компенсируют движение телескопа и помехи в атмосфере Приборы 21 века несут прогресс в астрономию Куда дальше? Человек на Луне Следующая остановка Марс Представим конец 21 века 500 километров над Землей Это космическая станция Может мы будем летать в космос на выходные Или захотим полететь на Луну или Марс Вот для чего нужна космическая станция Это космопорт Чтобы запустить корабль на Луну или планету Нужна скорость отрыва от Земли 40 тысяч километров в час А здесь нужна лишь доля этой энергии Попытки побороть притяжение Начались с фейерверка, изобретенного в Древнем Китае Запал на современном фейерверке Зажег американец Роберт Годдард Он заменил твердое топливо на жидкость В 1926-м из Массачусетса Он запустил первую ракету на жидком топливе Немцы продолжили эту разработку во Второй мировой Они запустили Фау-2 Орудие массового поражения Это была идея Вернера фон Брауна Подхваченная друзьями учеными Так это дошло до Америки И там, в Уайт Сэндс, Нью-Мексико Работая с военными Фон Браун начал американское ракетостроение И дошел до границ космоса ВВС США Русские запустили спутник Но СССР были первыми Они запустили первый спутник в 1957-м Первый объект с Земли на орбите Его разработал Сергей Королев Быстрая ракета была достаточной мощности, чтобы запустить человека в космос Этим человеком был Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года Гагарин перевернул историю Один круг вокруг Земли И он вернулся героем Советский народ ликовал В 1963-м Валентина Терешкова стала первой женщиной в космосе Следующие двое, потом трое, были на орбите вместе И в 1965-м русский сделал первые шаги в открытом космосе После серии запусков без экипажа Алан Шепард стал первым американцем в космосе Но его миссия через месяц после Гагарина Был скромный скачок к орбите Тем не менее, он вернулся невредим Гордость американцев не пострадала А ставки были высоки Президент Кеннеди приводил веские доводы До конца десятилетия мы отправим человека на Луну И вернем его невредимым Гонка началась при этом астронавте На ракете Родстоун через 10 месяцев после Гагарина Американцы запустили первого человека на орбиту Джона Глена Были переживания насчет тепловой защиты Глену пришлось потрястись Но он это сделал Америка начала гонку в космосе Два корабля с экипажем запустили в 1965-м С более мощной ракетой Титан А вот первый шаг американца в открытом космосе Это был проект Джемини 10 полетов тестирования и стыковок Луна как объект бесценный опыт Джемини 8 раз вращается от сбоя в двигателе Но им повезло, корабль уцелел В 1966-м проект Джемини успешно завершен Этим астронавтам не так повезло При запуске произошел пожар Они погибли в капсуле Это был трагический запуск Аполло После долгих усовершенствований был новый полет Отделившись от ракеты Аполло-8 был первым кораблем, который покинул Землю И попал на орбиту Луны Было Рождество 1968-го Экипаж вернулся и стали готовиться к приземлению на Луну Но не все сразу Были совершены попытки на Аполло-9 и 10 Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Бас Олдрин Экипаж Аполло-11, ракета Сатурн-5 Детище фон Брауна на пути к Луне Через три дня посадочный модуль приземлился на кратеры Коллинз вел командование Армстронг и Олдрин отлично приземлились Они добрались до загадочной далекой Луны Это всего один шаг для человека И гигантский скачок для человечества Июль 1969-го года А вот момент взлета Армстронг и Олдрин вернулись к Коллинзу и направились домой В течение пяти с половиной месяцев они попали на встречу с одним президентом И получили благодарность от другого Через четыре месяца на Луну полетел Аполло-12 После четкой посадки был выпущен этот топограф Но на следующем Аполло-13 были проблемы Произошел взрыв в служебном модуле Все, кроме системы жизнеобеспечения, не работало Центр управления искал путь спасения экипажа Используя модуль для посадки как спасательный плод Они их вернули, но миссия на Луну провалилась Следующие полеты Аполло были совершены больше с научной целью Это экспедиция на луноходе Они собрали больше трети тонны геологических образцов Аполло-17 покинул Луну в 1972-м С тех пор туда никто не летал Теперь американцы запустили шаттл Многоразовый корабль Цель полета — ввести перевозки в нижнюю орбиту Земли Русские застряли на разовых простых полетах Они построили орбитируемые космические станции, как эта — Салют Еще в 19-м веке это была мечта одного русского — Константина Циолковского Ему бы понравилась советская станция «Мир», построенная в середине 80-х Самая большая из всех На ее борту многонациональный экипаж учится уживаться друг с другом Потом к ним присоединились американцы на шаттле И вот международная космическая станция Но она запоздала и стоит дорого Таким может быть будущее Космический самолет, который окупит все предыдущие расходы Весь трюк в реактивном двигателе Он забирает в кислород из атмосферы для сжигания водородного топлива Поэтому ему не нужен кислород, а он весит немало Потом на орбите они получат реактивный толчок Полет до орбиты — 10 минут По сравнению с шаттлом или русской ракетой, это недорогой пассажирский рейс Станция может продолжить полет прямо на Луну Всего в паре дней лета Грузовые рейсы с обеспечением будут очень дорогими Если совершать их напрямую с Земли На Луне теперь есть жизнь Вторая половина 21 века В лунных городах мы начинаем строить жизнь в новом мире по соседству С орбитирующего космопорта экспресс-полет на Марс Уже готов дизайн для ракетно-ядерном топливе Это сократит полет с 9 месяцев до 6 недель Красная планета станет нашим вторым домом Но это будет жизнь в пузыре В самообеспечивающихся биосферах Огражденных от сурового экстерьера В более далеком будущем на корабле, который мы можем только представить Мы полетим на звезды Но чтобы оставить позади Землю, Луну, планеты и Солнце И полететь со скоростью 1,1 скорости света Понадобится 40 лет, чтобы долететь до ближайшей звезды Как долго нам еще ждать этого полета на звезду? Может быть, это самая скорая перспектива полета на звезду? Башня с экватора высотой 36 тысяч километров Это идея гуру космоса Артура Си Кларка Башня — одна из четырех лифтов к орбите Точно спится огромного колеса, а Земля ступится Колесо Кларка — это орбитальный город и трамплин в космос Орбита — наблюдение за Землей из космоса Планета Земля — глобальная деревня Мы связаны, как никогда раньше Мы наблюдаем за нашим миром из космоса Следим за сельской местностью и городами Можем позвонить в любую точку мира Общение, информация, сеть, связанная с орбитой От спутника Тарелки ловят радио и телевидение Мы видим изображения с другого конца планеты и другого мира Например, с Марса Мультики и мировые новости Планета купается в телекоммуникациях Через спутник мы можем найти такси Или машину на шоссе А этот водитель может посмотреть, куда ему дальше ехать Все благодаря глобальной навигационной спутниковой системе Для мореходства это спасение Лучше, чем уповать на небеса Грубо говоря, наш единственный спутник Луна Это искусственные спутники В этом случае, так называемые удаленные сенсоры Они ловят сигналы с Земли В фермерстве они находят излишества и нехватку Составляется схема посева и уборки Весной красный показывает молодые побеги Остальное — пустая почва В середине лета красный цвет, полные поля злаков Осень Зеленый показывает собранный урожай Спутники контролируют полив Два изображения за два года Слева — сухой, бедный урожай Справа — политый и богатый Изображение со спутника всегда наглядное Это способствует хорошему урожаю и эффективной работе Спутники контролируют насекомых Например, саранча может съесть урожай за считанные минуты На снимках экваториальной Африки Желтым цветом обозначены места, где саранча вкладывает яйца После борьбы пестицидами в этих районах урожай будет спасен Со спутника треки камеры Вильсона следят за направлением ветра Поднимающийся горячий воздух и опускающийся холодный управляют нашей погодой Если к нам идут тучи, будет ли завтра дождь? Погодные спутники посылают данные каждый час Это помогает метеорологам составить прогноз погоды Точные предсказания важны в плохую погоду Все наготове, пути расчищены, самолеты обрабатываются от обледенения Для судов в прибрежных водах тоже важен прогноз погоды Для рыбаков в глубоких водах важно знать, будет ли шторм Грозы всегда видны с орбиты Желтый и оранжевый, как индикатор Карты вспышек, молнии бесценны в прогнозе погоды Самые сильные ураганы из всех — торнадо Они падают вниз из грозовых облаков Кружатся с невероятной скоростью Даже маленький торнадо снесет все на пути Менее зловещие, но намного большие тропические шторма Они идут с Атлантики, известны нам как ураганы Спутники показывают, где они будут И где будет опасно, по меньшей мере, потоп Он потом на земле принесет большие потери От ливневых дождей разливаются реки И так, как большинство людей живет у рек, потоп может привести к катастрофе Снимок со спутника большой реки А вот она же в разливе Вот другая река на снимке А здесь полный потоп Снимая расширение поем реки, спутники помогают бороться с одной из самых страшных стихий на Земле Спутники также приглядывают за вулканами Они не пропустят ни одно извержение Можно также предугадать будущее извержение На контурной карте указываются места, где есть пепел и потоки лавы Вершина вулкана со спутника А вот снимок во время извержения, все красное Спутники фиксируют извержение вулкана Частицы от большого извержения выходят через стратосферу Они могут охладить климат на градус или два Взрыв танкера – это уже вина человека Нефтяная пленка угрожает дикой природе Ее видно с орбиты Пленку можно выследить Она похожа на змею И вот она растеклась Со спутника видно, куда потечет нефть Лесные пожары часто по вине человека угрожают людям и их имуществу Эти пожары видны из космоса А вот их тушение Колоссальный урон В США дым от пожаров на западном побережье похож на Большие озера Со спутника изучается, как лесные пожары загрязняют атмосферу Красным показан высокий уровень угарного газа Есть опасения, что дорожные выбросы влияют не только на уровень загрязненности города Это же касается выбросов с фабрик Спутники следят и за этим Наша атмосфера и облачность медленно меняются Это похоже влияет на то, как проходит солнечный свет, отражается и излучает Именно так меняется климат Где-то в Африке засушье Со спутника видно, как высыхает озеро Чад Постепенно, за много лет спутники отсканировали планету Так мы увидели изменение климата И истощенный озоновый слой в стратосфере Он защищает нас от ультрафиолета Над Антарктидой в нем образовалась дыра Тропический лес — это легкие планеты Например, он поглощает угарный газ Но его вырубка этому не способствует Целые леса были вырублены человеком Спутники фиксируют пожары Видно, как быстро леса становятся фермами и фабриками Каждую минуту теряется полтора гектара Когда нет корней деревьев, особенно у косогора, пахотный слой земли смывается Климат меняется, уровень воды в море растет А чем беспокойнее океаны, тем опаснее жизнь возле них Спутники измеряют уровень воды с впечатляющей точностью До 4 сантиметров Это важно, от высоты волны зависит температура Теплая вода поднимается выше, чем холодная Со спутника видно морское дно Океаны не плоские Вот так все выглядит под водой Измерь поверхность и увидишь дно В среднем океаны 4 километра глубиной Они забирают тепло Только в верхних 2 метрах больше тепла, чем во всей атмосфере Вот температурная карта Тихого океана Красная теплая вода Течет далеко от Южной Америки Периодически восточные ветры замедляют процесс Это время Эль-Ниньо Огромный поток теплой воды идет на запад через Тихий океан В результате местами шторма и наводнения А где-то засуха В Австралии при этом гибнет урожай С переменой климата есть угроза того, что растаявший лед повысит уровень морей Дрейфующий лед не опасен Он уже плывет Спутники следят за материковым льдом в Антарктиде и Гренландии Толщина ледяного щита посчитана, а также отколовшиеся айсберги Тающий лед в Гренландии может сократить соленость моря И нарушить течение и принести холод в Северную Европу Спутники все увидят В белом или голубом изменение климата В зеленом и голубом температуру океана В зеленом и белом снег и лед А в красном и желтом как растет урожай Большие надежды Шаттл и Международная космическая станция Международная космическая станция Кошмар или сбывшаяся мечта Наш самый большой объект на орбите На него возлагались такие же большие надежды Построенные астронавтами и космонавтами Группы людей в далеком космосе Станция планировалась как трамплин на Марс и Луну С тех пор, как началось строительство В 1998-м мало что изменилось Труднее всего доставить людей и материалы Земли Шаттл, первый многоразовый космический транспорт Должен был помочь в этом Взлетает как ракета Два ракета-носителя дают дополнительный толчок И отходят через пару минут Через 9 минут шаттл уже на орбите Из грузового отсека шаттл пускает станции на планеты И запускает спутники Экипаж находит и обслуживает эти спутники Грузовой отсек служит как мастерская На орбите Земли каждые 90 минут дневной свет меняется на тьму 16 раз в день На орбите шаттл двигается со скоростью 27 тысяч километров в час Идеально для запуска спутника Миссия завершена Ход замедлен из-за тепла при входе в атмосферу Земли Корабль теперь самолет Он просто парит Для приземления ему не нужно топливо К 1986 году 12 лет до Международной космической станции 25-й экипаж шаттла совершил вылет Корабль Челленджер А вот причина трагедии Утечка из правого двигателя Через 76 секунд после взлета Экипаж погиб при взрыве Челленджера Шаттл разлетелся Тем временем русские запустили эту станцию МИР Космическая станция была на орбите 14 лет Станция МИР обслуживала Союз Русская станция такси в космосе Экипаж перевозился по трое На МИРе постоянно были люди Постепенно она росла В 1995 году был запуск шаттла Американский корабль Состыковался со станцией МИР Всего было 9 стыковок Есть что праздновать Началось международное сотрудничество 1998 год Русские запустили Зарю Первый модуль Международной космической станции Меньше чем через месяц Шаттл доставил второй модуль МКС Международная космическая станция Была собрана и запущена Следующие три запуска шаттла Обеспечили станцию оборудованием Но время шло В июле 2000-го Через 26 месяцев Русские запустили модуль Звезда на орбиту Звезда стала центром МКС Модуль контроля и обеспечения Позволяющий постоянное присутствие Экипажа на станции Лучше поздно, чем никогда Из Казахстана взлетел первый экипаж Двое русских и командир МКС Американец На МКС прибыл первый экипаж 2 ноября 2000-го года На земле, что летит вверх, потом падает На нас на всех Влияет притяжение Так мы чувствуем вес Но на МКС экипаж невесом Хотя притяжение еще есть, они его не чувствуют Так как они в невесомости Экипаж и станция Все падают на землю Но так как они двигаются в сторону Так быстро по отношению к земле Они не упадут Потому что земля всегда вращается В синих коробках еда американцев В красных русских На МКС люди разных культур И правда, что-то в интерьере похоже на мир Это звезда Отсек МКС, где живет экипаж Еда, напитки, все летает в невесомости Пузырь фруктового сока Дело в том, что жидкость не льется в космосе Кинь конфетку И она полетит прямо Спят здесь тоже странно Подвязанным в мешке Или к чему-то прочному В любом случае это непросто У экипажа бывают кошмары Укачивания и храб На шаттле астронавтов будет центр управления На МКС есть будильники Вода тут не течет Волосы моют сухим шампунем И нет душа Моются полотенцами, пропитанными чистящими средствами Почисти зубы, потом проглоти пасту или вытри Сколько неудобств и шума Экипаж жалуется на реверберацию механики Вот ставят кондиционер А здесь занимаются фитнесом Экипаж тренируется, привязавшись к тренажерам Это сокращает потерю мышечной массы И хрупкость костей При микрогравитации собрать съемочную аппаратуру легко Фотографировать или просто смотреть Большая радость Побережье Чили Глубокое-глубокое озеро в Курдистане Полуостров Дакар в Сенегале Вот одеваются для выхода в открытый космос На работу Чтобы надеть костюм, нужно 45 минут Он предохранен и герметизирован от вакуума в космосе В воздушной камере дышишь чистым кислородом 1 час Готовишься Готовишься Это выводит азот из крови Вместе с медленно понижающимся давлением И защитой от декомпрессии Еще одна вещь Страховка прикрепляется к МКС Чтобы удержать пилотов, если они сорвутся Обычно астронавты работают вдвоем Они заранее все репетируют вместе Нельзя терять время в открытом космосе МКС должна расти модуль за модулем Но происходят задержки Сначала русские отстали из-за проблем с деньгами Потом при таком росте нужно 5-6 запусков шаттла в год И отстали американцы В январе 2003-го с обычной миссией Совершил взлет шаттл Колумбия При взлете кусок обломка ударил по крылу Никто не подозревал проблему Пока через 16 дней Колумбия вернулся снова в атмосферу Из-за повреждения разрушился корабль 7 человек погибли После каждого неудачного взлета шаттла были сложности на МКС Экипаж не получал обеспечения и не переправлялся на шаттлы И строительная программа затягивалась И снова Россия спасла ситуацию Через 3 месяца после трагедии Старая надежная Союз доставила новый экипаж и провизию Вид из МКС Союз благополучно состыковалась Конструкция 40-летней давности сработала Одно время этот объект планировался для срочной транспортировки Экс-38, спасательная лодка Трение при вхождении замедлит скорость снижения Потом парашют Увы, денег на это пока нет Кроме этого шаттлу пришлось бы сначала поднять этот корабль на МКС Все это ставит под сомнение будущее станции Пока шаттл не может взлетать из-за недоработок Русские поддерживают ее работу И только они могут долететь до МКС Когда вернется шаттл, основной задачей будет завершить строительство Если повезет, к 2010 году Поиск внеземной жизни Верно, Земля голубая Две трети поверхности вода У нас стабильная орбита И Солнце не слишком близко и не слишком далеко Оно встает и жизнь оживает в океанах, инкубаторах эволюции Выросли крылья, появились птицы А на Земле стали жить млекопитающие Рептилии, растения, насекомые Все ниши заполнены В пустынях нужны особые животные И тем более на полюсе Но до сих пор мы не знаем Есть ли жизнь вне Земли Пока мы только наблюдаем Сверхновая звезда Один взрыв и конец гигантской звезде Остатки разлетаются в космосе Обломки, богатые тяжелыми элементами Такими как углерод и железо Эти элементы нужны всем живым клеткам Их полно в облаках газа и пыли В образующем звезды, месте, как это Пять миллиардов лет назад Такое облако взорвалось из-за своей гравитации И в центре зажглось наше Солнце Из-за вращающегося диска Вокруг образовались плотные кольца материи Так зародилась Солнечная система С помощью этих строительных элементов Возникших от взрыва Из внутреннего кольца 4,5 миллиарда лет назад Появилась наша Земля Но там пока не было жизни Полурасплавленный камень Подвергался ударам миллионы лет Постепенно удары убывали Солнечная система принимала очертания Но из девяти планет, возникших от взрыва Только одна будет процветать Пока Земля не охладилась Примерно 3 миллиарда 800 миллионов лет назад У жизни не было шансов Вулканические извержения Постоянно меняли поверхность планеты Камни низкой плотности на Земле Высокой плотности на дне моря Там уже были океаны Возникшие от конденсата Испарений вулкана И от падений комет на Землю Возможно, они тоже принесли жизнь Газы извне смешались с ранней атмосферой В основном углерод и угарный газ Молния, возможно, была катализатором Но где на этой бурлящей облачной планете Могла зажечься искра жизни? Может, в горячих вулканических источниках Богатых химикатами, необходимыми для жизни? Ископаемые подтверждают Одноклеточные появились здесь 3 миллиарда 800 миллионов лет назад Так называемые прокариоты Глубоко в океанах свидетельств больше Вокруг фумигаторов много прокариотов Но они только там Только с фотосинтезом При солнечном свете они зеленеют и колонизируются Фотосинтез изменил атмосферу Это строматолиты Они появились в неглубоких водах 3 миллиарда 400 миллионов лет назад Путем фотосинтеза микробов Фотосинтез образовал кислород В атмосфере стало много кислорода Образовался защитный озоновый слой И в океанах впервые появились молекулы кислорода Появились многоклеточные Началось половое размножение Жизнь стала многообразной Каждые 12 миллионов лет число видов удваивалось Первый хребет скелета появился 500 миллионов лет назад Через 30 миллионов лет у рыб появились ребра Потом большой скачок Жизнь вышла на сушу Сначала простые растения А потом вся земля превратилась в зеленый сад Появились насекомые и рептилии Правящие миром динозавры А потом птицы и цветущие растения Млекопитающие обезьяны и человек Такая цветущая жизнь Возможна благодаря нашей позиции в Солнечной системе Третья планета от Солнца Наша орбита в середине обитаемой зоны Здесь она зеленая Марс и Венера по ее краям На Венере могла быть жизнь Но под облаками просто барокамера Где ничто не выживет Этот адский мир слишком близок к Солнцу У Марса все наоборот Слишком далеко от Солнца Он немного выше обитаемой зоны Красная планета холодная, пыльная и сухая Но примерно век назад Некоторые астрономы верили, что на Марсе есть каналы И что выкопали их разумные существа Сегодня мы думаем, что может там была вода Но не в каналах Эта долина, возможно, омывалась водой А вот следы свежих потопов Возможно, что давно Марс был теплее и влажнее Конечно, это могут быть и высушенные реки Но сегодня реальность такова Кругом пустошь Если там и была жизнь, то микробная Ее гораздо труднее определить, чем ледяные остатки воды на полюсах Это Европа, спутник Юпитера Немного больше, чем наш На Европе может быть жизнь Но не на поверхности Ледяной щит покрывает спутник Потрескавшийся, он похож на замерзшие моря на Земле И как на Земле подо льдом может быть океан Вот следы пробоя изнутри В глубинах могут извергаться вулканы Вокруг них, кормясь химическими веществами, могут жить простейшие организмы в виде бактерий Глубоко в море без Солнца За Юпитером для жизни слишком холодно И правда, помимо изобилия на нашей планете Нет признаков жизни в прошлом или настоящем Больше нигде в Солнечной системе Значит, надо искать на звездах На других Солнцах и планетах Мы их не видим, но можем распознать их присутствие У этой звезды разорван диск из-за огромной планеты А это кольцо может быть планетарной системой, как наша Когда эту звезду, Бета-Пикториус, не видно Появляется диск из пыли и газа Но он немного прерван Возможно, из-за орбиты большой планеты и действия ее силы притяжения на диск Астрономы начинают думать, что планета образуется как побочный продукт образования звезды Здесь, в облачности Ориона, звезды образуются из облаков газа и пыли, как наше Солнце и планеты Это молодая звезда в коконе пыли Такие коконы образуют планеты А вот кокон в форме диска Вокруг звезды создаются планеты У звезды с планетой всегда есть центр масс Зеленая точка Оба объекта вращаются вокруг этой точки И хотя звезда оказывает большее притяжение на планету Планета при вращении заставляет звезду шататься Благодаря этому качанию ученые нашли планету Хотя они ее не видят Они могут вычислить орбиту и массу планеты Изучив световой спектр звезды Вот он ниже, а планеты — сверху Этот метод помог найти больше сотни планет вне Солнечной системы Это похоже на Юпитер, Пегас 51 Но на планете не может быть жизни Она слишком горячая и очень близка к своему Солнцу Методом качания можно найти только большие планеты А маленькие, как Земля, не имеют достаточной массы, чтобы вызывать колебания звезды Этот аппарат должен найти такие планеты Его запустят с нашей орбиты, чтобы искать планеты земной группы Высокочастотный аппарат по последним технологиям Отсканирует пригодные для жизни зоны вокруг звезд Ведь там, в параллельных мирах, может быть жизнь Автор текста Исполнительный продюсер Дэвид Тейлор Продюсеры Андреа Боскон, Джейн Клек, Джон Мэйсон, Ники Вудхаус Композитор Эрни Вуд Фильм спродюсирован компанией York Films of England Продюсеры Андреа Боскон, Джейн Клек, Джон Мэйсон, Ники Вудхаус Композитор Эрни Вудхаус